МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир продолжает вести Ульяновск. В студии Гульнара Шарипова. Добрый день. И вначале коротко о главных темах этого выпуска. Перелом обеих рук на старте нового учебного года. То есть он даже сначала еще не плакал, он не понял, что случилось. Видимо, в шоковом состоянии. Ручки у него, кисти кривые. Несчастный случай с ребенком, на которого упали качели, начала расследовать ульяновская прокуратура. При капремонте главный принцип разумности. На самом деле дешевое решение может в перспективе оказаться очень-очень дорогим. Федеральный эксперт Ирина Генцлер научила ульяновцев финансовому планированию при ремонте их домов. Выставка овощей и фруктов, чайпития с самоваром и танцы. Мы здесь все соседи. Хочется объединять людей. Хочется, чтобы больше здесь было наших детей. Ведь только так мы сможем дальше развивать наши СНТ. Как в регионе отмечают День садовода. Через пару минут. Ульяновск к холоду готов. Об этом доложили на городском штабе по комплексному развитию областной столицы. Готовность города к отопительному сезону сегодня составляет 98,3%. На этой неделе заканчиваются осенние гидравлические испытания. Практически завершена подготовка к зиме ТСЖ и ЖСК объектов в социальной сфере. До конца этой недели планируется закончить капремонт системы центрального отопления городской поликлиники номер 4. На 93% выполнена замена теплосетей. Это чуть более 18 километров. Управляющие компании завершают ремонт, промывку и опрессовку систем центрального отопления. Систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоизоляции. Кстати, напомню, собственники дома могут принять решение и подать заявки на досрочный пуск тепла в дома, не дожидаясь официального старта отопительного сезона. Ульяновская прокуратура начала расследование несчастного случая с ребенком, на которого упали качели. Все произошло накануне старта нового учебного года. Для ученикам младшей школы игра во дворе обернулась переломом обеих рук. Несчастный случай на Докучаева-2 до сих пор обсуждают всем двором. На второклассника упали качели. У ребенка перелом обеих рук. Сам инцидент прям досконально мы не видели. Просто видели, что качались на качели дети. И ребенок упал, качель на него перевернулась. И, в общем, ручки сломал. То есть он даже сначала еще не плакал. Он не понял, что случилось. Видимо, в шоковом состоянии. Ручки у него, кисти кривые. Мы побежали быстро к маме. Местные жители рассказывают, эти массивные качели качались давно. Письменные просьбы сделать детскую площадку безопасной, а дворовую территорию более комфортной. В управляющую компанию и местным депутатам отправляли регулярно. Этот дом завода «Контактор». Кстати, этот дом я от и до строил. Хоспособ строили. После работы приходили. Вечером, суббота, воскресенье. Площадка хорошая была тогда. Сами делали. Дом был хороший. Ну, в последние годы, конечно, наша детская площадка. И наш дом практически никому не нужен. Прокуратурой Ульяновска будет дана правовая оценка действия эксплуатанта детской игровой площадки на предмет выполнения требований безопасности, говорится в официальном сообщении ведомства. Напомним, после этого инцидента губернатор Алексей Русских поручил провести ревизию всех детских игровых площадок в регионе на предмет безопасности. Гульнара Шарипова, Елизавета Корнилова и Михаил Державин. Вести. Ульяновск. Не обошлось без происшествий и на областных дорогах. Накануне под колесами автомобиля пострадала школьница. Буквально в нескольких метрах от учебного заведения 12-летняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу. В этот момент на нее наехал автомобиль Мазда. Авария в северной части города попала в объектив камеры наблюдения. Около 8 часов 45 минут в районе дома 9 по бульвару архитекторов в городе Ульяновске. По предварительной информации, водитель автомашины Мазда совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходящего проезжая из дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход девочка 2010 года рождения получил телесные повреждения. Причины и условия дорожно-транспортного происшествия выясняются. Ульяновский прошел семинар на тему финансовое планирование капитального ремонта многоквартирного дома. Его для активистов Жилфонда провел крупный федеральный эксперт Ирина Генцлер. Слушатели-председатели совета домов, которые копят деньги на капремонт на спецсчете. Как правило, на них и возлагается весь комплекс организационных и технических мероприятий. Однако им не всегда удается правильно определять перечень и стоимость работ, а еще распоряжаться собранными средствами. Зачастую нет надлежащего контроля над подрядчиком. Сейчас он просто уклоняется от проведения гарантийного ремонта, работ по гарантийному ремонту. Электроснабжение у нас сейчас, можно сказать, сломано на доме. Жители испытывают много проблем, а он как бы просто прячется. Строительный надзор мы не заказывали, к сожалению. Семинар проходил после экскурсий в многоквартирники, в которых применили передовые технологии. По мнению Ирины Генслер, ульяновская практика может реально тиражироваться по стране. Другим тезисом федерального эксперта стал принцип финансовой разумности при проведении капремонта. Если мы сегодня вложим в наш дом больше денег, то как это в будущем скажется на сокращении других каких-то расходов? И насколько долговечно будет это решение? Потому что не всегда то, что дешево, это долговечно. Если мы сделаем дорогой ремонт, но его результаты сохранятся 15 лет, это одно дело. Если мы сделаем дешевый, а через 5 лет нам нужно еще раз его повторить, то тогда уже надо смотреть. А на самом деле дешевое решение может в перспективе оказаться очень-очень дорогим. Цель семинара – суметь просчитать разные варианты, используя для дома. В то же время требуется уложиться по срокам региональной программы. В этом смысле одно из предложений эксперта – добровольное увеличение размера взноса на капремонт. При том, что занять денег в банке не представляется возможным, подчеркнула Ирина Генцлер. Эта проблема назрела давно, но ее необходимо решать в ближайшее время. В регионе сегодня отмечают День садовода. Основная уборка урожая завершена, почему бы не попраздновать. А в СНТ «Нива» это сделали накануне. Садоводы объединились, пригласили друзей и с размахом весело завершили сезон «Огородника-дачника». Репортаж Ирины Шмыговой. Марина Викторовна хвалится подруге. Яблоки в этом году поспили чудесные. Садовод с 30-летним стажем знает толк в деле. В этом году она вырастила чудо-тыкву, да не одну, а целых две. И выиграла в конкурсе «Удиви соседа». Когда мы стали убирать урожай, я увидела вдруг, что у меня не одна тыква, а две на одном кустике. Так здорово. Меня это очень удивило. Я решила тоже поучаствовать в этом конкурсе. Из овощей и фруктов, выращенных на плодородной земле, сделали выставку к празднику. Рядом соленья и пироги – дело рук местных мастериц. А роскошные букеты собрали из цветов, которые выросли здесь же, на грядках. Будем друг другу радость дарить, и будем в жизни радоваться. Гостей праздника угощали горячим чаем из самовара и вкусным пловом. Сытым танцевать веселее. Это первый совместный праздник в СНТ «Нива». Планируется, что они станут доброй традицией. Такие мероприятия хочется проводить вновь и вновь. Ведь мы здесь все соседи. Хочется объединять людей. Хочется, чтобы больше здесь было наших детей. Ведь только так мы сможем дальше развивать наше СНТ. И думаю, что у нас все получится. Коллектив садоводов ежегодно пополняется новыми участниками. Любовь Кондратьева купила дачу здесь недавно. Но уже успела оценить все прелести жизни за городом. Шума такого городского нет. Тишина. Вечером птички поют. Отдыхаешь душой и телом. Замечательное место. В свою большую и дружную семью СНТ «Нива» готова принять новых садоводов. Места хватит всем. А живописные виды и плодородная земля будут радовать глаз и приносить богатый урожай каждый год. Ирина Шмыгова. Вести Ульяновск. Из Ульяновского района. Это Вести Ульяновск. И мы продолжаем. Бодрость духа и ясность ума. Этими качествами обладает жительница Чердоклинского района Анастасия Меркулова. Накануне она отметила вековой юбилей. Секрет ее долгожительства прост. Она всю жизнь трудилась, не покладая рук. С золотым юбиляром познакомился Эдуард Истомин. Эту песню Анастасия Меркулова помнит с молодости. Родилась она в Большой Кандале. Детство было непростое. Отец умер в 40 лет. Многодетную семью выручала пенсия. Работать приходилось с малых лет. Пока мы тут жили, война начала. Я в начале войны вышла за ним. Немного пожилым же козлями убили. В 43-м году, в 20-м августа. Войну выкручивались как могли. У колхоза не было полевой техники. Работали на лошадях. От зари до зари. Порой даже сына первенца оставить было не с кем. Но вот пришла победа. И на полутора сидят молодежь и кричат. Мир, мир, мир. А я всю дорогу реву езжу. Как дети отцов встречали. Прыгает на родителей. А у меня тоже эти мальчики. А мама куда прыгнуть? После войны работала сборщицей молока и телятницей. Вышла второй раз замуж. Родила еще троих. Позже с семьей перебрались в Первомайский. Здесь Анастасия Михайловна проработала до пенсии на сорта участки. Ну я бы не ушла, а у меня мужик тоже в фронт прошел. Ему сделали операцию. И он не стал вставать. Будучи на пенсии, бабушка воспитывала внучат, приучала их к труду. Теперь вязать варежки и носки для них не проблема. Бабуля гордится внуками. Пять внуков, девять, что ли, пра-нуков и три пра-пра-пра-пра-пра-нуков. Сама бабушка обожает картошку и рыбу. Вековой юбилей стол в ее доме ломится от угощений. В день столетия Анастасии Меркуловой в сборе вся семья. Приехала даже дочь с Крыма. Я в Феодосе все говорю, да как? Говорю, да, сто лет. Говорю, ну сама еще за собой ухаживает, сама ходит в магазин. Говорю, да не может быть. Я говорю, да. Бойкая, справедливая, честная и трудолюбивая. Такой знают Анастасия Михайловна не только родные, но и жители Первомайского. Общественность поздравляет юбиляра от чистого сердца. Ну а когда дарят цветы, разве не хочется петь? И душистый ландыш белый мне с улыбкой подарил. Эдуард Истомин, Михаил Державин. Вести Ульяновск из Чердаклинского района. Ульяновске в музее фотографии открылась выставка Валерия Уварова, на которой представлено около 50 работ мастера фотоснимков. Красота местной природы порадует всех любителей родного края. Сам себя Валерий Петрович называет скромно. Любитель-фотограф. Но, глядя на его снимки, понимаешь, что это профессионал с большой буквы. Пейзажи из шести муниципальных образований региона представлены в экспозиции. Да такие, что глаз не оторвать. И везде вода, ручьи, реки, озера. В природе все прекрасно. Вода – краса вся природы. Она жива, она течет, она движется, она волнуется ветром, она разнообразна. И все, что ее окружает, дает жизнь и движение. Она разнообразна. И не всегда мы замечаем это разнообразие. Так говорил наш Аксаков, земляк. Каждый снимок дорог фотографу. Ведь перед тем, как запечатлеть увиденное, Валерий Петрович подробно изучает карту Ульяновской области. Смотрит, где какие водоемы находятся и как к ним добраться. Говорит, личного транспорта нет, поэтому приходится вставать на заре, садиться на поезд и отправляться в путешествие. Потом еще и пешком пройти многие километры и как фотоохотник поймать лучший кадр. Валерий Петрович считает, что видеть прекрасный вокруг и уметь передать эту красоту людям – божий дар. А еще он очень любит стихи. И, подходя к своему снимку, тут же вспоминает любимые четверостишие. Халвы и просторы весны, и синих озер благодать. Россия, 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 границ красоты древидации. Выставка работ Валерия Уварова в музее фотографии будет работать до 1 октября. Поэтому есть время прийти и полюбоваться остановившимися мгновениями жизни. Виктория Дронова, Марина Тимофеева, Михаил Держаин. Вести. Ульяновск. В областном центре прошло первенство города по кикбоксингу. В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов в возрасте от 9 до 14 лет. Многие из них начали заниматься в совсем раннем детстве. Это было не в осознанном возрасте. Я не помню, как давно я начал заниматься. Но у меня дома лежат видео, где я бью погружи и сажусь на шпагат в 2 года. Первая тренировка у меня была намного позже. Я сменил тренеров очень много раз. Но вот мой папа – это лучший тренер, которого я знаю. Первый бой для Кирилла Лючеву оказался успешным. После нелегкой борьбы – уверенная победа на счету спортсмена из клуба «Версус». Я того, соперника не знал. Я его выиграл со счетом 5-3. Соперник хороший, но я оказался сильнее. Соревнования посвятили памяти сотрудников спецподразделений, погибших в борьбе с терроризмом. Помимо патриотического воспитания ребят и всего прочего, то есть хочется сказать, что пробуем уже на сезон, на следующий. Ребята пробуют. Сейчас первый старт. После лета начинаем вскатываться в программу. И в дальнейшем пойдет у нас отборочное соревнование и все остальное. Выявляем сильнейших спортсменов. Первенство состоялось при содействии филиала ПАО «Ил Авиастар». Федерация кикбоксинга и Ульяновский самолетостроительный завод заключили соглашение о досрочном сотрудничестве, главная цель которого – развитие молодежного спорта в регионе. Мы будем помогать в дальнейшем в организации соревнований, в проведении совместно, в поддержке ребят, в том, чтобы победы спортсменов, они были синхронны с победами «Ил Авиастар». На этом наш выпуск подошел к концу. Я желаю вам хорошего продолжения дня. До новых встреч в эфире. Дни осенних каникул с 1 по 3 ноября ГТРК «Регион Тюмень» проводит 29-й Всероссийский фестиваль детских и юношеских радиопрограмм «Тенец». Под девизом «Страна начинается с творчества». Для участия в творческом конкурсе фестиваля приглашаются юные корреспонденты всей страны в возрасте от 7 до 17 лет. Положение конкурса на сайте ГТРК «Регион Тюмень». Шок. Цена на классическую свинину. Лопатка, края, грудинка по 199 рублей за килограмм. Только 6 дней. По всей сети местных центров «Алешина». Оформите заказ на доставку на сайте вкустро.ру или по телефону 70 70 73. Сейчас в Ульяновске плюс 14. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 73%. Ветер восточный 6 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова